Приветствую всех! Сегодня мы поговорим о супер-средстве, о котором вы, возможно, даже еще и не слышали. Это спрей с хлорноватистой кислотой. По-английски это называется хипохлорус спрей, либо HCL. Это средство может помочь при различных заболеваниях и состояниях кожи, а также имеет много различных применений. Ну и при каких же состояниях может помочь этот чудо-спрей? Хотите узнать? Тогда поехали! Если вы первый разошли на мой канал, то добро пожаловать! Меня зовут Юля, у меня атопический дерматит и синдром отмены гормона. И я для вас снимаю интересные и полезные видео. Итак, начнем. Что же такое хлорноватистая кислота? Является ли она хлором? Нет. Хлорноватистая кислота производится нашей иммунной системой. Кликоциты выделяют эту кислоту на борьбу с различными инфекциями, такими как бактерии, грибки, вирусы. Поэтому этот компонент не является чужеродным для нашего организма. Этот спрей является антисептиком и воздействует на великое количество бактерий, в том числе и резистентных. И в то же время он не токсичный, он не является раздражителем для нашей кожи. Это может быть минимум аллергических реакций. И так как он подавляет большое количество бактерий, поэтому может использоваться во многочисленных кожных состояниях. И сейчас мы будем их перечислять. Первое кожное состояние, при котором можно использовать спрей с хлорноватистой кислотой, ХОЦЛ, это акне. Одним компонентом, ухудшающим состояние акне, являются бактерии на лице. И вот этот спрей с хлорноватистой кислотой может уничтожать эти бактерии. Этот спрей можно включать в свою рутину, но не как какое-то очищающее средство, а как средство, предотвращающее рост вот этих вот бактерий. Например, если у вас есть акне, и вы вспотели, где-то на тренировке выходите, либо летом, вы можете сбрызнуть лицо. Также, например, если вы носите какие-то кепки, и вот в этой зоне у вас могут быть прыщи, то есть акне, и вы можете предотвращать их появление, если вы будете наносить спрей на эту область. Как пользоваться этим спреем? Вы просто можете нанести его на лицо, он впитается в течение 30 секунд, и дальше вы можете делать свои дела. Запах этого спрея немного может напоминать бассейн или как бы хлорку в бассейне. Но еще раз говорю вам о том, что это не хлорид натрия, это не хлорка. И это совершенно безопасно наносить на кожу, на область вокруг глаз, лица и так далее. Второе. Если вы ходите в зал, либо тренируетесь, у вас пахнут ноги не очень хорошо, это означает то, что бактерии разлагают ваш пот, и вот этот невыносимый запах – это привет бактерия. Вы также можете наносить спрей на область ног, перед тем, как одевать носки и кроссовки, и так предотвращать вот этот вот запах. Он, конечно, не является прям лечением какого-то грибка стопы, но является именно как профилактика этих заболеваний. Третье состояние, которым можно использовать этот спрей – это розация. И вы знаете, что при розации могут назначаться различные антибиотики, то есть все равно розация связана с нарушением микробиома. Поэтому этот спрей можно также включать в рутину. Особенно это может помочь при розации вокруг глаз, так как он может остановить распространение демодекса. Из этого вытекает четвертое. Это блефорит. Многие офтальмологи прописывают специальный спрей в ХОЦЛ для промывки как раз глаз. То есть спрей такой безопасный, что им можно вот как раз вот протирать глаза. Либо вы брызгаете на глаза и потом протираете ватными тампонами область, либо вы наоборот брызгаете на ватные диски и каждый глаз вы протираете отдельным диском с хлорноватистой кислотой. Перейдем к следующему состоянию, из-за которого я и нашла информацию про хлорноватистую кислоту. Это атопический дерматит, экзема и синдром отмены гормона. Дело в том, что при атопическом дерматите и ТСВ синдроме у атопиков преобладает золотистый стафилококк на коже. 9 из 10 пациентов показывают, что у них есть разрастание этого золотистого стафилококка. И поэтому, если у вас есть какие-то расчесы, вы только расчесались, у вас есть обострение, у вас есть раны, из которых течет сукровица, это очень хорошая питательная среда и вообще возможность стафилококку проникнуть внутрь кожи и дальше ухудшать состояние атопического дерматита или синдрома отмены гормона. Что вы можете делать? Вы можете распылять этот спрей на вот эти вот открытые раны. Он не должен вам сжечь эти раны, он переносится хорошо. Также он обладает не только тем бактерицидным свойством на различные вирусы, бактерии и грибки, а также он действует противовоспалительное. Плюс есть исследования, что он помогает заживить раны. Потому что есть такие средства, которые вроде бы уменьшают количество бактерий, но уменьшают возможность регенерации тканей. Например, это перекись водорода. Либо если вам назначают антибиотики, такие как бониоцин, то у вас очень велика вероятность развить аллергическую реакцию к этим антибиотикам. При использовании хлорноватистой кислоты у вас этой реакции минимальная возможность. Когда я нашла информацию про хлорноватистую кислоту, о ней рассказывала женщина, которая начала лечить своего ребёнка, у которого был атопический дерматит на щёках. И гормональные крема не помогали избавиться. И когда она стала использовать только вот этот спрей на щёчках у своего ребёнка, то экзема на щёках просто прошла. То есть это был стафилококк, который попал на кожу. При этом целый спрей помог избавиться от такого состояния. Следующее состояние, которое вам может помочь, это фолликулит. Как бактериальный фолликулит, так и грибковый фолликулит. Если вы будете обрабатывать этим спреем участки с фолликулитом, он даже очень может помочь с этим состоянием. Что интересно, это средство пришло к нам из медицины. Им обрабатывают в больнице различные инструменты и поверхности. То есть им обеззараживают. Поэтому вы можете его использовать вместо какого-то спиртового антисептика, который может разрушать ваш липидный барьер на руках. Вы можете вместо него использовать, например, этот спрей. Если вам дома нужно тоже где-то обеззаразить какие-то предметы. Например, кисти для макияжа, спонжики. Также можно дома, если кто-то болел, обрабатывать поверхности. Например, включатель-выключатель, если кто-то болел каким-то ртовирусом. Можно проводить дезинфекцию в туалете. Вот столько много применений у этого спрея. Я посмотрела, на русскоязычном рынке представлен только один спрей. Если вы живете в других странах, можете заказать с Амазона. Их некоторое количество различных спреев тоже есть. С Hippochlorous Acid. Также в моей стране я нашла вообще крем с холорноватистой кислотой. Он называется так. Поэтому есть различные марки. Можно найти в своей стране свою марку. Вы можете выбрать на свой вкус и цвет, а также доступность. Если это видео было интересным и полезным для вас, не забудьте поставить лайк и подписаться. А я вам всем желаю здоровой кожи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!